всем привет сегодня решил записать очередной блин видео о том что такое файлы и нафига не нужны поговорим про голую правду о файлах меня зовут егор мне 27 лет и 7 лет с которой занимаюсь идти и последнее время управлением на стройной процессах команды и прочее прочее не особо связано с кодингом так вот что такое файлы и как они выглядят то есть базовая версия сейчас файла стало слишком много и в среднем они запихиваются или являются каким-то каталогом или лежат на какого-то каталога который мы хотим загрузить куда-то в облако то есть вот это вот файл история достаточно длинная началась с рэй томсона который где-то вот лет 50 назад изобрел почтовый клиент по почту потом появился тимбер сли роберт кая которые придумали html потом появился лари пейс сергей бридом которые придумали google потом со временем появился chrome и вот теперь и всякую миндзава летит гуне 1023 году то есть вот такое среднее развитие идти и вообще за последние лет 50 70 как менялась загрузка файла за эти годы в среднем никак то есть файл пикер как было унылым говном так он таким и остается по сей день может там в принципе не нужен файл пикер в таком случае раз он не так сильно меняется давайте обратимся к статистике чтобы узнать правду и ответ на этот вопрос то есть если всегда некий период когда появляется ног новые инновации спустя какое-то время возможно появляется некие технологические исправления и технология находит свое применение в широком на широком рынке и потом уже какой-то одинокий фрилансер может в одиночку прикрутить какую-то крутую технологию какому-то очередному на сервису так вот на моменте улучшения технологии происходит самое большое зарабатывание денег то есть когда технологии только появляется вне вкладываются средства она нифига не выгодны а как только находится применение этой технологии начинается качественное улучшение так только вот здесь можно заработать но всегда технологии со временем приходит что-то на смену к это новая технология либо какой-то заменитель либо индустрия сдвигается в какой-то другой бок новое направление так вот произошло и с десктопом то есть раньше интернет пользователи однозначно был чувак который сидит за компом с интернетом возможно с изернетом вот а сейчас это в среднем мобильные пользователи и и на любых докладах и мероприятиях можете услышать о том что надо все делать под мобилку mobile first user first там а пва и прочее делайте все под мобилку вам говорят а что же делают большие компании а большие компании видят большие перспективы в развитии трех основных направлений то есть это онлайн покупки какие-то удовольствия медиа и карты чтобы люди не потерялись по сути это какая-то пирамида масло с базовыми потребностями надо что-то поесть надо как-то поразвлекаться и надо как-то не потеряться вот в среднем вот так а раньше тот же google был просто каким-то советчиком да то есть ты быстренько к нему зашел что-то быстро узнал и ушел с другой стороны на других конференциях можно услышать то что у нас видео по запросу музыка по запросу попкорн по запросу одежда по запросу все по запросу вот такое направление в среднем можно увидеть то что что-то такое есть мобильного трафика видео на мобилках становится все больше да люди смотрят на мобилках видео и таких такого трафика будет больше больше и больше а также все почему потому что появляется очень много видео контента его создавать становится все проще и проще хранить дешевле да и контент он странный то есть это видео видео обзоры на видео обзоры на обзоры на видео ну и так далее на стримы и все больше и больше входит наш в нашу жизнь такой тренд также скринкасты подкасты и все остальное занимает достаточно мало места ну ну как бы и общий тренд такой что каждые два года контента появляемого в интернете выкладываем в интернет становится в два раза больше чем всего того что было создано за весь период в интернете до этого то есть каждый каждый год если обратиться в другой статистике которая говорит например а что же происходит у нас на мобилках то на мобилках мы видим такую же пирамиду маслов где в первую очередь это покупочки во вторую это развлечение и в третью это все остальное то есть а фитнес здоровье и прочее она ушла куда-то далеко вместе с играми то есть это не так интересно пользователям на самом деле если вернуться в мобильный браузер то мы можем увидеть что на самом деле поисковые системы это откуда обычно пользователи попадают вам на сайт сильно меняется то есть появляются некие виджеты с которыми пользователь проводит все больше и больше времени и как бы его становится намного наплевать на ваш сайт все больше и больше а все ведет к тому что путешествие и пользуясь этими виджетами он принципе совершает большую часть своих покупок сделок поисков находок и google по крайней мере идет в эту сторону и вы являетесь ваш сервис являетесь просто поставщиками контента который продает уже какой-то другой сервис то есть появляется очень похожая схема на работу с звука звукозаписывающими лейбами то есть некий сервис который продает всех остальных если ты с ними сотрудничаешь что ты как бы никому не интересен ладно вернемся назад в презентацию и поговорим о том какие группы пользователей можно выделить в нашем будущем и современном интернете то есть я бы вы разделил всех пользователей на трех типов это первый это рабочие которые так или иначе имеют связь с интернетом работают какие с мобильными приложениями какие такие вот люди 2 это офисе офисные рабочие которые создают контент работают с данными и сайтами через обычные десктопы их меньше и третье это люди которые никак не связаны ни с технологиями не сойти они для них вот весь современный мир никак не меняется никак не оказывать никакого влияния между прочим эти все люди все три категории являются потребителями контент но производителями контента в большей степени являются офисные рабочие потому что во-первых за компьютером и производить качественный контент намного проще вот во-вторых управлять им намного легче да и маленький экран телефона этому не способствует если проговорить про файлы какие из них являются популярными то я бы выделил три категории то есть это например картинки видосы и excel это я говорю про людей которые работают в офисе то есть с какими типами данных они ну файлов они имеют место работать а все файлы имеют совсем маленькое влияние на ну с ними работают намного реже вот excel таблички очень популярны потому что это самый удобный api при интеграции одних сервисов с другими сервисами и также при переходе с одного сервиса на другой но как бы это самый базовый устоявшиеся тип файлов вернемся еще раз к статистике обращу внимание на то что размер экрана в телефоне растет и будет продолжать расти потому что чем больше экран тем больше пользователь тратит денег в интернете то есть тратить и деньги на просмотр например фильмосов с маленького телефона вы не будете но в принципе вполне вероятно если у вас уже что-то планшета подобное то вы можете потратить лишний доллар а во вторых онлайн покупки совершать маленького устройства очень неудобно с планшета с качественным дисплеем вполне вполне годно и это знают производители телефонов это в принципе не для кого не секрет так вот рост экрана имеет и обратную сторону то есть количество пикселей которые мы должны показывать она в три раза больше чем физические размеры экрана и ничто не останавливает производителей делать экран еще больше но между прочим тот же iphone x который плюс минус современный делает фоточки в размере 20 мегабайт одна фоточка 20 мегабайт между прочим если мы заходим например одно минутное видео записать размером 1080p то будьте готовы 60 мегабайт 90 мегабайт потратить на это а если вдруг мы захотели 4k сделать классную запись как какие-нибудь котики танцуют то нам потребуется потратить 170-400 мегабайт на это казалось бы но это ни в какое сравнение идет с тем сколько какие объемы данных имеются у людей которые работают с контентом то есть например если мы кинотеатр и нам надо как-то показывать фильмос да то есть фильм будет весить среднем 140 гигабайт если у нас 3d dolby atmos современная технология то и все более 200 гигабайт фильм может весить и с этим всем надо как-то работать не факт что мы с этим будем работать в браузере но как минимум возможно нам надо будет куда-то там передать количество такое количество данных видео на предобработку предпросмотр например если мы являемся студии видеозаписи или пишем видео для какого-то видеоблога на нам куда-то залить и вот примерно с такими объемами мы можем столкнуться если мы говорим про онлайн-магазины то среднему им надо ежедневно или еженедельно обновлять свои каталоги конечно можно было бы сделать какой-то идеальный интерфейс для всех которым бы все пользовались но практика показывает что все равно пользователи хотят загружать excel и какие-то файлы ну даже 1s к она отлично работает с эксельками и вам не нужен какой-то унифицированный дополнительный интерфейс для работы с данными так вот средний маленький магазин будет загружать среднем 60 мегабайт данных в виде 1 1 файлика а большой магазину все 3 гигабайта таким же одним файликом почему потому что у большого магазина сразу больше поставщиков даже с учетом что товар плюс-минус одинаковый ведение учета разных поставщиков сразу возводит количество данных в экспоненту если мы говорим про робота роботизированная система то они еще больше данных выгенеривают то есть средний объем в неделю это 3 гигабайта и более если эта система работы с аналитикой сбором данных с датчиков и прочее прочее то мы можем среднем иметь и все 60 гигабайт данных а может и больше то есть даже макдональдс они синхронизируют базы данных ежедневно с главным офисом какие там размеры данных достаточно большие думаю некая отправная точка при работе с данными и файлами который мы этот файлик валидируем и при процессе то есть например мы провалидировали что это нужный нам файлик во вторых мы могли бы извлечь из него какую-то информацию уже изначально без загрузки на сервер потом мы грузим файлик на сервер уже со всем имеющимся добром там делаем итоговый процессинг то есть приводим файл к тому к тому виду в котором мы будем поставлять его нашим пользователям давайте представлять так что мы являемся производителями контента и есть пользователи с мобилками которые потребляют контент так будет проще всего думать так вот что мы можем сделать с файлом на клиенте то есть какие у нас возможности возможности не так много в среднем у нас есть старый добрый html x input который простой да а поверх него кто-то придумал файл api который html 5 api и в принципе оно неплохое но со своими косяками поверх этого еще налепили файл system api которые ну такое ощущение что сбоку приклеили но не доделали все это еще можно намешать в общий коктейль вместе с веб-воркерами и сервис воркерами получить уже достаточно интересную систему также для работы с сервером у нас есть три возможности мы можем через аякс все дело прогонять можем подключить веб сокеты и использовать дата стримы а можем также работать через веб ртс и которые в принципе уже того достаточно стабильны так вот файл api файл system api есть ощущение что наняли школьников и они потихонечку каждый придумывал как как видел и все криво косо сделано давайте обсудим немножко этот момент в чем проблема у нас есть некий блок builder который работает с блобом блок это по сути некий бей 64 который лежит в вашей оперативе и по сути файл это он и есть да то есть мы подразумеваем файл а на самом деле файл это расширение блоба с файлом мы уже можем что-то делать у файла есть какие-то методы мы можем его считывать преобразовывать в байты все в среднем все что мы можем сделать в базовой версии когда у нас есть input type файл мы можем всегда получить файл лист это просто список файлов которые расширение над блобами и в принципе все когда мы грузим один файл все хорошо как только мы захотим загрузить несколько файлов или целые директории то тут у нас возникает проблема во первых мы всегда получаем файлы лист так или иначе веб-директории хорошо поддерживаются всеми доступными браузерами кроме старых вот и не работают на мобилках на мобилках потому что на мобилках нету нормальной файловой системы так или иначе она qc как только мы пытаемся много файлов или там директории загрузить мы можем получить фриз браузера непредсказуемой и вообще это все использовать крайне небезопасно то есть вы можете использовать только если у вас крайне адекватные пользователи например пользователи которым вы платите деньги и они готовы пользоваться вашим продуктом так вот альтернатива этому всему является див у которого можно повесить к некий on drop и он порождает некий data transfer это некий список ссылок на файл который является entry entry это просто может быть имя файла предположим вот так что мы с ним можем сделать мы можем во первых узнать что это то что мы не знаем что это может быть директор это может быть файл это может быть ссылка это может быть вообще что-то из буфера то есть хрен пойми что это поэтому нам надо написать некий процессинг который позволит нам как-то узнать что это и вот я тут вижу одну проблему то есть у нас есть источник ввода файлов это input type файл и у нас есть источник ввода div и они не могут быть каждым из них невозможно сделать все да им потом невозможно сделать drag and drop нормальный а через div мы не можем сделать пикинг файла просто пикером и в итоге нам приходится поддерживать два метода даже если мы дроп ним в div при получим файл лист мы не можем этот файл лист засетать в input и это прям очень тупо потому что если так подумать мы все можем в html и заменить на div мы можем заменить input type text на div content editable и получить ввод данных с помощью дива и вообще если пойти дальше мы в каждый так можем так или иначе заменить на div и таким образом в принципе мы можем очень лихо порезать кривую обучение html а говорить типа чувак хочешь дать html вот div это блок пожалуйста вот знаешь javascript знаешь все мы таким образом решили проблему обучения то есть мне кажется вот где-то здесь что-то пошло не так ну давайте идем к примеру например возьмем жесткий диск и попробуем взять его пикером бум все подвисло но все подвисло настолько что все все подвисло настолько что браузер браузер перестал плюс-минус нормально реагировать на то что происходит то есть фоне джоба постоянно выжирает оперативку и и никак не остановится даже если перезагружу браузер видите он никак не не реагирует до единственный вариант открыть новую вкладку потому что в хроме каждая вкладка свой уникальный процесс но там продолжает сканироваться жесткий диск и пожирать оперативную память на компьютере так вот мы спробуем папку поменьше то есть опять та же самая фигня все зависло потом нам сказала столько-то файлов загрузить загрузить опять все зависло то есть мы получили два раза подвисон браузера и потом бум мы что-то загрузили то есть как бы классно но максимально не юзер-френдли и максимально делает наш сайт унылым говном а вот если мы сделаем то же самое через drag and drop берем жесткий диск дропаем все пошло что-то там качаться но по крайней мере браузер не висит и пользователь может остановить процесс если он случайно дропнул жесткий диск то есть он промахнулся хотел папку а тут случайно жесткий диск упал то есть он может прервать процесс и как-то решить это во вторых мы можем перестать сканировать колик после какого-то количества файлов если вы дроп не нормальную папку как в предыдущем примере то опять же все живое у нас нет никаких подвисонов и обращу внимание на количество файлов да если вы были достаточно внимательными то в первом случае вы получили 20000 файлов во втором случае мы около 8000 получили в чем в чем в чем разница есть системные файлы есть файлы пустые у которых может не быть имени так вот эти файлы все еще нужны для файловой системы для ее корректной работы но зачастую нам их грузить не надо на сервер потому что они не содержат никакой полезной информации так вот файл лист их нам добавил список и нам еще их надо отфильтровать во втором случае мы их просто не добавили то есть у нас и того пул файлов намного меньше и в принципе хотелось бы иметь второй способ через файл пикер чтобы я мог через input выбрать data transfer получить data transfer вместо вот этого вот какого-то действия и тогда я бы был бы доволен и вроде бы тогда было бы более целостное но никто этого не сделал и не сделает так вот давайте поговорим про валидацию например у нас файлик excel на вот классический excel файлик как узнать что он что он excel во первых у excel файла может быть много расширений достаточно много для того чтобы запутаться и что такое расширение расширение такое что-то после точки как то вот так и не так просто узнать правильный мими тип а мими тип нужен для правильного отображения и правильного энкодинга и правильной работы с этим файлом ну его мы так или иначе должны на сервер отправить потому что мы на сервер отправляем байты они какие-то файлы с расширениями то есть мы отдельно отправляем имя отдельно тип и отдельно расширение если мы где-то накосячим то файл будет неправильно собран на сервере для этого есть библиотечка которая в принципе очень неплохая но есть косяк например я вот взял файл видоса и написал extension csv вот он все еще проигрывается в браузере он не перестал быть видосом но он визуально csv на то есть такая такой простой чек по имени файла скорее всего приведет к ошибкам так вот в любом файле так или иначе в самом начале или в самом конце ну в одном из двух вариантов зачастую в начале лежит информация о том что это за файл какого антипа когда он был создан вообще стоит ли с ним работать то есть вся информация служебная лежит самом начале файл в большинстве случаев что же можно сделать с файлом до загрузки на сервер в принципе мы можем например попробовать отобразить картинку с помощью вот какого-то такого не слишком сложного кода то есть у нас есть превью у нас есть сами файлы которые мы каким-то образом получили мы просто нашли файлы которые являются картинками создали так image ручками получили файл с помощью файлы ридера то что мы получили имеет два метода это target и result их просто присвоили в src картинки ну и собственно все то есть вся необходимая работа для того чтобы сделать превью чего-либо с помощью javascript ну давайте попробуем то есть опа у нас есть картинка вроде бы все хорошо так выбираем картинку бум картинка загружена великолепно то есть вау шикарно а что если у нас видео с видео нам потребуется два дополнительных действия это во первых нажать на видео play replay и сделать револк который просто подгрузить немножко видео нам и бум у нас видео работает тоже превью и таким образом мы можем проверить что файл является видео или картинка если вдруг так видео или так имейдж не бросить нам ошибок в принципе великолепно но вдруг у нас файл какого-то странного типа у нас нет специального тега для его отображения например это у нас pdf да вот я зашел скачал какой-то код pdf а для превью pdf откуда-то и хочу отобразить pdf q давайте попробуем выбираю какую-то pdf q блин большая pdf к сейчас видите pdf к отобразилась то есть великолепно мы можем отображать и pdf и и возможно еще что-нибудь а что если мы хотим вообще просто что угодно отображать делать превью всего чего хотим можем ли мы это сделать и насколько сложно это будет то есть мы взяли предыдущий код просто выводим теперь результат пикера в текстаре и смотрим html похож на html да то есть круто давайте попробуем что-нибудь еще ну вот смотрите что это у нас текстаре и мы точно также вернули результат после файла ридера просто в текстаре то есть попробуем чтобы чем выбрать например png бум видите в png у нас и хранится информация что это png то есть мы можем просто первой строчкой всегда узнать что png есть пнк и это великолепно и мы можем провалидировать содержимое файла и это это круче чем валидация на сервере потому что мы можем провалидировать например csv узнать что например там что-то не так при том что для всех популярных файлов так или иначе есть файл валидатор где-то в нпм а еще круче мы можем переконвертировать один файл в другой файл и как вам такой маск к примеру мы возьмем markdown и сконвертируем его скажем джейсон да бум на клиенте великолепно а что если мы возьмем например markdown скоро сконвертируем html5 бум опять же все все великолепно это все работает классно пандок очень классный сервис что если мы сделаем то же самое только с тяжелыми файлами например с видео возьмем видео и сконвертируем его в гиф бум мы получили гиф давайте делаем то же самое только получим скриншоты например бум готова и в принципе мы можем думать о файлах что мы можем с ними делать что хотим на клиенте потому что у нас есть все возможности чтобы творить что мы хотим но не все так просто есть такая проблема что все эти библиотеки были написаны давно и имеют проблемы тем что есть зависимости на какой-то плюсовый код а плюсовый код требуют конвертации например вас он чтобы его запускать на сервере а сама весит сам по себе jss версия его ну например of mpega весит 18 мегабайт между прочим и это позволяет конвертировать видео в браузере и это как бы немало то есть 18 мегабайт кода чтобы сконвертировать что-то во что-то это немало но если мы говорим о пользователях что они сидят в офисе и занимаются именно работой с файлов то почему бы и нет окей давайте попробуем что-нибудь куда-нибудь загрузить то есть первого на первого давайте подумаем как это все выглядит у нас есть файл с одной стороны с другой стороны у нас есть сервер и нам нужен некий мостик в виде стрима который бы передал байт с одного конца на другой конец у нас есть ограничение в виде памяти и cpu а также у нас есть проблема со скоростью и временем то есть чем дольше пользователь грузит файл тем больше вероятность что процесс не будет закончен успешно а также скорость сильно ограничивает наши возможности ну и в третьих мы не можем загрузить файл целиком в памяти целиком большим куском отдать его на сервер точно также на сервере принять все в памяти потом целиком положить там куда-нибудь во вторых у нас нет никакого способа ограничивать скорость загрузки на сервер мощенько у нас есть стрима в браузере но они работают плохо у нас есть некий медиа-рекордер который работает с камеры аудио источником но опять же поддержка только from в базовом случае для загрузки файла нам потребуется некие мультипла партов upload старый классический способ то есть как это работает мы объявляем заголовками что мы будем грузить и и как много это будет весить во второй части заголовков мы еще дополнительно пишем что конкретно мы грузим какой тип данных то есть например image ну и в конце просто за перелепляем туда целиком весь объект данных и это все мы делаем в один запрос то есть у нас две группы заголовков и куча данных которые мы грузим на сервер ну как бы это работает работает хорошо но только с маленькими данными потому что пользователь нифига не предсказуем то есть ли мы попробуем таким способом загрузить что-то на сервер а пользователь передумает или захочет менять порядок или очередь или загрузить что-то побыстрее что-то помедленнее то есть но пользователи непредсказуемый элемент в нашей программе потому что он банально может закрыть ноутбук потом прийти сказать я же ожидал что домой 60 гигабайтный файлик загрузить загрузится он закрыл ноутбук и все и дропнулась и теперь грузи заново самого начала во вторых он мог банально не заплатить за интернет и у него могли отрубить connection в этот момент представьте как мы говорили ранее что большинство людей которые работают с контентом так или иначе находится где-то в офисе и зачастую сидят большой группой если они одновременно начинают грузить через браузер большие файлики неважно грузить скачать но грузить например то как бы у них в офисе может быстро закончится интернет неважно насколько они богаты потому что провайдера но интернет connection самого офиса он крайне ограничен вот вообще они грузят все в среднем грузят данных на 30 процентов больше чем их есть на самом деле то есть у нас файл весит скажем 60 гигов то мы будем грузить 90 гигов если файл будет весить 200 гигов будем грузить 300 гигов почему потому что у нас есть некое преобразование все всего в буфер где-то здесь добавляется лишние 30 процентов данных поэтому хорошим подходом будет грузить все через резюме ball upload это когда мы можем поставить загрузку на паузу дополнительно нам потребуется изменить немножко наши заголовки в шапке добавить тип и длину в самое начало и дополнительно указать тип ну как видите x upload type это кастомный атрибут чтобы два раза не писать контент type иначе не перетрутся ну и далее уже в последующие запросы мы грузим количество байтов диапазонами то есть мы говорим что у нас тип файла будет такой и он должен совпадать с тем типом который мы объявили ранее а во вторых мы говорим диапазоны то есть у нас каждый чанк может быть рандомный и мы говорим окей мы сейчас нагрузили 50 байтов сюда 50 байтов туда и сервер понимает как дописать в файл вот в общем случае то вот так то есть мы получили некий токен файлы и потом по этому токену грузим файл на сервер для этого всего есть еще протокол который называется туз достаточно приятные приятная штука вот например работает вот так мы выбираем файл файл пошел грузится грузится в один поток но но так как мы знаем начало и конец байтов сколько нам надо грузить мы можем нажать на паузу а потом 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 продолжить загружать с того же места что невозможно сделать в первом случае видите мы загружаем он кидает ошибку на предыдущий запрос и открывает новый connection и просто продолжается какого-то количество байтов в начале догружать и это в принципе очень круто для всего этого есть хорошая библиотека которая называется резюмабл.js она еще позволяет дополнительно делать чанки не руками а уже каким-то более-менее автоматизированным способом достаточно хорошая библиотека но очень старая в общем случае это выглядит вот так у нас есть некий ключ который который мы обозвали тот исходный файл который у нас был на клиенте поэтому ключом и грузим все кусочки на сервер в среднем было бы хорошо если кусочки весили 256 килобайт если они весят больше но значит у нас может быть больше проблем чем меньше кусочек тем тем лучше но 256 это разумное ограничение но скажем у нас файл 90 гигабайт сколько таких кусочков будет прям много да во вторых у нас появляется возможность ограничивать количество чанков в секунду то есть мы загрузили там какое-то количество чанков потом мы таки окей давайте возьмем паузу отдохнем дадим пользователю попользоваться интернетом посмотреть что-нибудь на ютубе а потом дальше начинаем грузить то есть у нас есть какой-то контроль над над скоростью ну и вообще у нас есть дополнительные возможности мы можем подумать типа может нам классно грузить все параллельно возможно классно грузить все рандомно то есть мы рандомные кусочки с файла грузим и в большей в большинстве случаев ответ будет нет неудобно грузить параллельно кучу чанков неудобно грузить рандомно лучше делать последовать это будет медленнее но будет надежно и будет всегда проще И на сервере, например, если у вас S3, вам не надо будет бегать по файлу, искать в какое же, блин, место положить этот кусочек. Потому что это будет прям тяжелой операцией и будет очень сильно напрягаться сервер. Будете больше денег платить. Как только загружаем несколько файлов, возникает сразу проблема. Сколько кусочков максимум мы можем загрузить параллельно? Потому что каждый файл будет порождать свое количество кусочков. Так вот, на Амазоне, например, ограничение в 10 тысяч кусочков. Защищу. И все. И как бы живите с этим. Ну, если представить картину в разрезе, а как вообще workflow загрузки файла происходит, и что вообще можно сделать с файлом, то выглядит все вот так. У нас есть папка, у нас есть файл, который мы могли загрузить уже. То есть в списке файлов может файл, который уже загружен. Может быть файл, который мы начали грузить и поставили на паузу. Мог быть файл, который мы начали грузить и на сервер упала штукатурка и поломала его, выбила из строя на какое-то время. И пользователь, например, все равно хочет его попробовать загрузить, нажмет retry и может быть ему повезет. И дальше у нас может быть файл, который текущий, который грузится в конкретный момент времени. И он должен быть в идеальном случае один. Не несколько файлов, не 10, не 3, а ровно один. Так проще. Намного проще этим всем управлять. А также у нас могут быть файлы, которые в режиме ожидания. То есть они будут следующие в очереди после того, как предыдущий файл загрузится. А если мы дропнули файлы, то у нас может быть некий процесс сканирования папки. Мы могли отсканировать там 100 файлов, потом сказать, окей, сначала их там с ними разберись, а потом еще 100 файлов мы тебе досканируем в твоем жестком диске. И таким образом можно загружать бесконечное количество файлов. И это удобно. В общем случае весь процесс можно разбить на две большие джоба. То есть у нас есть джоба для сканирования, директорий папок и файлов, а также джоба для загрузки файлов. Ну и для загрузки мы можем еще прикрутить туда WebWorker. Зачем? Для того, чтобы если пользователь случайно закрыл браузер, то Worker продолжил работать и все равно закачал Fataid на сегодняшний момент. Потому что мы можем, например, загрузить файл. Мы получаем вот этот токен, который мы можем передать просто на сервер. Сервер по обычному торрент протоколу через любой торрент клиент, не обязательно вебовский, будет его грузить. И это классно. Потому что позволяет построить логику загрузки файлов на сервер, независимо от браузера и использовать. Например, если вы используете электрон, вы можете прям извернуться и сделать намного круче, чем просто загрузку через браузер. А во-вторых, вы можете грузить, ну, если вам прям надо максимально быстро передать файл на сервер, вы можете разбить там этот файл на несколько инстансов, например, локальных. Ну, грубо говоря, я из Беларуси хочу максимально быстро передать файл огромного размера куда-нибудь, там, не знаю, в Штаты, да. То есть я мог бы залить на несколько местных сервисов, которые максимально близко, а потом в один большой группу передавать этот файл куда-то там подальше. Это было бы достаточно быстро. Вот. Оно все построено поверх WebRTC протокола, который, как видите, поддерживается всеми современными браузерами, включая мобильный. И что говорит о том, что его можно, в принципе, использовать везде. Даже большие бургерные компании используют торренты так или иначе для передачи и синхронизации офисов. И это говорит о том, что технология используется, используется в корпорациях, почему бы не используют в своих проектах, я не вижу в этом никаких проблем. Что же со скачиванием файла? Бог с ним, мы кое-как там загрузили файл на сервер. Что делать, если нам вдруг потребуется его скачать? И тут мы вспоминаем о том, что у нас есть разделение на то, что люди за десктопами производят контент, а потребляют его люди с мобилками. Поэтому скачивать файл мы, скорее всего, будем на мобилку, а не на десктоп. И на мобилках есть несколько проблем. Во-первых, у нас есть две доминирующие операционные системы. Это iOS и Android. Вот. С iOS есть косяк. С iOS давайте представим, что было бы, если у нас все было контейнером. Вот докер был бы everywhere. То наше приложение было бы внутри докера, некого контейнера. И оно имело бы ограничение этого контейнера. И ничего не могло бы делать извне. Возможно, использовать какие-то сервисы для передачи данных с одного сервиса в другой, из одного контейнера в другой, но не более. И поэтому при работе с файлами, а так как браузер является таким же приложением, как все остальное, и имеет такие же ограничения, мы имеем ряд проблем. Например, я, например, хочу скачать ссылку на картинку. Ну, просто картинку хочу скачать. Бум, моя картинка. Класс. Я ее такой хочу сохранить куда-нибудь. О, кнопка сохранить изображение. И ничего не произошло. То есть изображение на самом деле никуда не сохранилось, но кнопка есть. Я пытаюсь сохранить изображение в папку. Говорю, да, 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 вот сюда, пожалуйста. И ничего не происходит. Вот я вообще никак не могу сохранить. Например, бог с ним. Давайте попробуем как-нибудь еще сохранить. Может, я могу сохранить на рабочий стол, например. Давайте найдем какую-нибудь кнопку «Сохранить на рабочий стол». Так, не все так просто. Где же рабочий стол? Должен быть. А вот. Все. Мы сохраняем на рабочий стол. Вроде бы картинка. Вроде бы все, как хотелось. Класс. Бум. И нет. Это все еще сайт. Ладно, бог с ним. Давайте попробуем сохранить песенку. Ну, есть же какой-то базовый плеер. Возможно, мы можем сохранить у него и потом что-то там с этим делать. А хрен там пел. У нас даже нет тех кнопок, которые у нас были, когда мы пытались сохранить картинку. То есть у нас стало еще меньше возможностей. Ладно, давайте попробуем сохранить фильмосик. Ну, например, у нас вообще стало меньше возможностей. Вот все, что мы можем, это сделать больше, меньше и закрыть. Все. У нас нет возможности вообще видео никак сохранить. Хотя с картинкой и mp3 мы могли бы еще попытаться что-то поделать. Как бы странно. Тот же Android с версией 2.0 в принципе неплохо эволюционирует во что-то плюс-минус такое, чем хочется пользоваться. И на сегодняшний день, так как он построен на базе Linux и имеет систему каталогов, и ваше приложение по сути является папкой, то с этим всем намного проще работать. Ну, например, я хочу сохранить картинку. Такой же сайт. Открываю. И куда я могу сохранить? Например, сюда. А, это я не сохраняю, это я уже открываю. Видите, класс. Я открыл чем-то, не браузер. Шикарно. Что-то могу с этим делать. Дальше. А что же с песенкой? А, с песенкой... То же самое. То есть, она сохраняется, я могу ее открыть. Она открывается в чем-то, я не знаю, что это. Возможно, это приложение, возможно, это браузер. Ну, бог с ним. А что же с видео. То есть, у нас была какая-то большая проблема в iOS с видосами, вообще ничего нельзя было сделать. Вот, видео мы открыли в каком-то внешнем плеере. Класс. И самое главное здесь, то, что у меня есть доступ где-то к этому файлу потом. Да, то есть, он где-то в кэше лежит, неважно где, там, на жестком диске, там, в какой-то папочке. Бог с ним. Главное, что я могу с этим работать. В iOS я с этим не могу работать. То есть, каждый раз будет грузиться зановый ресурс. Все, что мы можем в iOS, это сохранить файл в local storage. Или же попробовать работать с файл-система API, у которого очень плохая поддержка. Но для него есть неплохой полифил, который работает поверх index.db, у которого хорошая поддержка. И, в принципе, никакой разницы нет между файл-система API и index.db. То есть, а у index.db есть еще вторая версия, которая еще лучше, чем первая версия. Так вот, мы можем еще использовать WebTorrent Protocol, который дает больше контроля над этими всеми вещами, если мы вдруг куда-то захотим сохранить. Потому что он достаточно простой в использовании. То есть, у нас есть торрент, у нас есть файлы в нем. Мы получаем эти файлы и дальше решаем, что с ними делать. Например, просто в дом выкидываем, как есть. И вот, что мы получаем. Мы получаем, например, фильмоз. И как-то уже дальше мы можем обыгрывать сценарий. Это, короче, ведет все к одной мысли о том, что если мы делаем мобильный клиент для людей, которые потребляют контент, мы не должны нам в мобильные приложки отдавать контент, как есть, типа как файли, которые можно скачать. Мы должны предоставить систему, где файлами можно управлять и смотреть. То есть, максимум, что мы можем туда отдавать, это стримы. А стримы не требуют закачки всего файла. Мы можем стартануть с какого-то кусочка, смотреть какой-то кусочек, как-то с кусочками работать. То есть, любые стримы очень неплохо работают на мобилках за счет WebRTC, сокетов и прочего. То есть, поддержка у видеоплеера всяких MB3 и U8, она очень хорошая. То есть, все, что угодно можно попробовать запихнуть в стрим. И это позволяет избегать проблемы, когда файлы весят больше 500 мегабайт на клиенте, особенно если клиент мобильный. Но иногда, иногда случается, что нам надо и больше 500 мегабайт сохранить. И я нашел один хороший сервис, ну, одну хорошую библиотеку, которая называется StreamSaver. Она отлично позволяет сохранять и управлять контентом на клиенте с использованием стримов. То есть, у нас получаем каким-то образом стрим, как-то коннектимся, неважно, через торренты или через какой-то наш сервер, который возвращает нам стрим. И дальше мы сохраняем файл, как хотим. То есть, у нас полный контроль над файлом есть. Давайте посмотрим. То есть, вот посылка на какой-то файл. Я могу этот файл, во-первых, сразу переименовать, как хочу. Во-вторых, я могу поменять содержимое файла. Ну, например, дописать туда какие-то атрибуты. Это сопроводительная информация, которая хранится в начале файла. Да, то есть, это артисты, там, композиторы, какие-то жанры. Возможно, если бы я открыл каким-то крутым плеером, он бы позволил мне посмотреть. Я вот скачал песню, открыл, и она на фоне открылась и играет. Но, к сожалению, я выключил звук. Так вот, самое главное, как это работает, она поднимает сервис-воркер, грузит все через него. То есть, если у вас в браузере не работает сервис-воркер, то, значит, вы не сможете этим пользоваться. Вот. А сервис-воркер выполняет работу сервера. То есть, он поднимает стрим, и, по сути, с этим стримом работает браузер. А сам файл потихонечку в сервис-воркере качается, удаляется из оператива. Это позволяет скачать файл любого размера и не иметь никаких особых проблем. О чем мы не поговорили? Мы особо не поговорили, что такое файл-системофия и что он позволяет делать. Но если в общем случае представьте, что у вас есть фреймер, и вы хотите его написать с нуля, то есть, конкурента запустить. И у вас есть некая работа с файлами типа create, update, delete. Такой вот обычный крут, но с файлами. И тогда вам есть смысл использовать файл-систем API в каком-то виде, чтобы сохранять промежуточные файлы где-то на жестком диске пользователя. И, возможно, вам не нужен сайт в данном случае. Вам нужно какое-то веб-приложение, которое будет там в электроне или еще в чем-то. Потому что сайт в данном контексте выглядит крайне странно. Но, опять же, поддержка крайне убогая. Еще мы не поговорили, как сделать вот такой сервис, но я думаю, из презентации в общем понятно, как такой вот сервис сделать по конверсии чего угодно во что угодно. Также есть такая проблема, куда вообще файлы грузить, как потренироваться, загружать что-то на сервер и столкнуться самому лицом к лицу с этими проблемами. Во-первых, довольно много файловых помоек развелось. То есть это и Firebase, и Backendless, и Google Drive, и Dropbox. У всех есть никакой API и можно с ним поиграться. В общем случае есть Telegram, куда можно загружать файлы размером 1,5 гига. API достаточно простое, влазит в один экран. На этом все. Что хотел, то плюс-минус рассказал. В докладе принимали участие картинки, ссылочки и текст. Всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok